На своих жизнях пришли к выводу, что врать нельзя, нельзя говорить на черное-белое, нельзя рассказывать про распятых мальчиков, про негров, танцующих на бронетранспортерах и так далее. Нельзя врать, восхваляя правителя. А в России пока этого не поняли, в России царит вранье во благо, это основа государственной политики. Россия унаследовала систему легализованного вранья, одобренного сверху, вранья как цемента, который склеивает российскую государственность, причем склеивает ее уже много лет. И вот эта традиция вранья, которую мы откинули, сегодня и есть основное, чего нам простить не могут. Против того, что мы откинули вранью как метод вместе с Савиком Шустром и вместе с остальными ему подобными персонажами, вот этого нам не могут простить. Потому что правда, какая бы она слабая ни была технически, может быть у нее менее калиберная артиллерия или худшие средства ради борьбы. У правды есть сила, что она непосредственно действует через маминой и бабушкины детские сказки, где добро побеждает зло. Правда апеллирует к ним. И потом рассказывать, когда эта связь установилась, что тут надо соврать, чтобы Россия удержалась, уже может не получиться. Виталий Капранов, самое ужасное и вранье делается теми, кто заказывает информацию, заказывает музыку. Потом так или иначе они начинают ему верить. В эту ловушку попался Янакович. Он начал верить телевизору, он начал верить Шустеру, он начал верить тому, что он заказывал. В результате пролилась кровь. Когда власть начинает верить в собственное вранье, это может кончиться очень плохо. Потому что если власть знает правду, то она может поменять что-то в стране до того, как все перейдет за грань добра и зла. А если власть, заказывая такую информацию, сама себе верит, тут начинается война. Мы это все прошли. Не хотелось бы, чтобы российская власть повторила эти ошибки, но она их почему-то упорно повторяет. Можно я у вас уточню одну вещь? Поскольку мы здесь это шоу фактически не смотрим, мы его толком не знаем. Правильно ли мы понимаем суть этого конфликта, что те люди с Украины, есть группа людей плотная одна и та же с Украины. Они весь год ходили по всем российским шоу, представляя Украину, как бы для объективности. Но при этом обобщенная украинская Елена Бондаренко говорила тоже, что обобщенный Сергей Марков, что власть в Киеве пришла в руки фашистов. Сейчас Украины правят бандеровцы, националисты и так далее. Правильно ли я понимаю, что конфликт состоит в том, что эти же люди участвуют не только в российских шоу, но и в шоу Савика Шустера. И на Украине это вызывает гораздо больше протестов, возмущений, чем в Москве. Дмитрий Капранов. Дело в том, что в Украине очень сильно видно их вранье. Вы в России им верите и верите, что они действительно представляют Украину. А у нас им не верят. Когда их показывают по телевизору, у них на лбу надпись «Брехла», которую читают все. А мы не хотим видеть брехунов на экране. Виталий Капранов. Поэтому не гигиеничность в подборе. Вы абсолютно правильно ухватили суть. Если смотреть из-за рубежа, то так все оно и есть. Нам здесь гораздо сложнее, потому что мы в этом информационном потоке варимся. Но если грубо сказать, то вы абсолютно правы. Акрам Муртазаев. Мне импонирует точка зрения из Киева. Но я бы переначал. Сказал бы, что Москва и Киев живут в разные времена. Там идет война. Здесь война не идет. Если мы сейчас напечатаем передовую или Эренбурга в газете, то она будет выглядеть очень странно. Мы не поймем Эренбурга, которая называлась очень просто «Убей немца». Это была передовица, которую хранила вся армия. Каждый солдат у себя держал. Киев в 1941. Мы живем в другое время. Мы живем в разные времена. Война не признает разнообразие красок, война выбирает только один цвет, защитный, хаки, другого цвета нет. Поэтому разные точки зрения, для них это провокация, предательство. У них другое время, это надо понять. Ты за или нет, вопрос стоит очень коротко. Почему у нас мирное время, если ты идешь, ты патриот, а не идешь, ты пятая колонна. Мы начали делиться еще до того, как нам стала угрожать опасность, а там реально пылает пламя, там реально умирают люди, идет самая настоящая война. У них вопрос стоит, быть государству или не быть, откусят у него кусок или не откусят, останется оно марионеткой, как и прежде, или станет самостоятельным настоящим государством. И поэтому все эти люди, которые живут фактически в российских студиях, острее, гораздо больнее воспринимаются там. Анатолий из Москвы, здравствуйте. Слушатель, здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Он сказал, что нам не нужна Америка помощи и других стран Евросоюза, мы сами справимся с нашей ситуацией. Я хотел бы задать ему вопрос, каким образом мы справимся. Я был членом комиссии по выборам, все полностью сфальсифицировано. Суды у нас не работают, все, что подавали, все отметаются. Майдан, говорит, нам не нужен. Каким образом мы можем справиться с этой властью? Они будут постоянно все фальсифицировать, и что мы будем с этим делать? Я даже догадываюсь, что это был вопрос к Артему из Нижнего Новгорода, а отдуваться придется Акраму Муртазаеву. Акрам Муртазаев, здесь очень просто. Дело в том, что есть такой медицинский факт, что если ребенку все время делать клизму, то сам он тужится перестанет, он скорее взорвется, но никогда не сделает то, что нужно. Нам необходимо это сделать. В принципе, у нас есть опыт сноса коммунистической системы, это произошло. Не приложив усилия, получив свободу, мы опять и распорядимся так, как распорядились с этим, прошляпили и все. Да, у нас нет, конечно, судебной системы. Есть опыт уже революции. Акрам Муртазаев, есть. Но та была нормальная революция, мы же пережили 1991 год, народ же вышел, на митинги Ельцина собрался миллион человек. Сейчас не коммунистическая система, а чекистская, это в тысячи раз сложнее. При условиях всеобщей прослушки, проглядки нам никакие майданы не страшны, нечего проводить эти митинги, давайте побережем народные средства. Но мы должны понимать, что только мы может это сделать и больше никто. Заврались наши в конец, но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Каково тогда им будет? Русский Сергей пишет. Каждый народ заслуживает своего правителя или наоборот, правитель, зеркало народа. Логика российского антимайдана лежит в области подсознательных архетипов и фобий. Аркам Муртазаев, это медицинский факт. По поводу правителя, каждый народ заслуживает своего правителя, а правитель своего народа. Формула старая, известная, но тем не менее, считаете ли вы, что вы заслужили своего правителя? Оглянитесь на себя, как вы жили, на всю свою биографию. Акрам Муртазаев, здесь идет речь не персонально о каждом человеке, а речь идет о среднеарифметическом. В среднеарифметическом мы заслужили. Если мы заслужили тот уровень коррупции, заслужили. Если мы против этого, мы давно должны были стоять на улице, куда выходит 21-го люди. Мы должны были там стоять, а не эти, которые неизвестно, против чего. Конечно, заслужили. Очень важный вопрос задал мне вчера человек с улицы практически. Ехала я в машине, и он возмущался, почему нельзя было потерпеть еще всего полгода Януковича. Потерпели бы вы его, зачем нужно было его снести так срочно? Виталий Капранов, туда все шли, как мы туда шли, мы туда шли, потому что нас достало. Когда ты берешься за дубину, за камень, ты же не думаешь, давай-ка я возьмусь за камень через два часа, сейчас пока пообедаю. Это же народный импульс. Дмитрий Капранов, я еще должен напомнить, что Януковича сбросили, потому что он начал убивать людей, а убивать людей нельзя, мы это знаем прекрасно. Как только начались расстрелы на Майдане, наша оппозиция пыталась договориться с Януковичем про эти самые полгода, мы сказали, баста. Сказали устами сотника, который вышел на сцену, сказал и оппозиции, и Януковичу, беги, потому что догоним. А оппозиции сказали, если не хотите бежать вместе с ним, то никаких договоренностей, с людьми, которые убивают, мы разговаривать не будем. Не убивал бы Янукович людей, не работали бы снайпера по Майдану, не прятались бы мы за шинами и не таскали бы трупы, и Янукович бы остался и полгода этого арева и было бы. Нельзя переходить грань жизни и смерти, обязательно будет кара, и кара будет раньше, чем рассчитывали, значительно раньше, чем страшный суд и соответствующая процедура на нем. Виталий Капранов, поэтому тут не стоит вопрос выбора. Когда люди такие вопросы задают, они думают, что нами кто-то руководил, они думают, что кто-то собрал Майдан. А у нас в Украине очень просто, собрать Майдан может только власть, а разогнать только оппозиция. Собрать может только действующая власть, а разогнать эти идиоты на трибуне, которые варят воду и жуют сопли вместо того, чтобы что-то делать. Майдан мог сам разойтись 22 раза. Если бы власть провокациями не занималась, Майдан уже практически разошелся, когда 30-го побили студентов. Потом 11 декабря, потом 19 декабря. Дмитрий Капранов. 16 января диктаторские законы, а потом штурм Майдана 18-го. Если бы ОМОН не шел на Майдан на штурм, они бы не получили ответ. Мы бы точно так же стояли на Майдане до сих пор. Мы бы с вами по скайпу с Майдана разговаривали, а он пошел в атаку, и получили ответ. Только хочу нашим очень буквальным слушателям, что собрать Майдан может только власть на Украине. Это не вот такие письма имеются в виду, что рассылаются по всем школам. Выходите на Майдан и сбросьте меня. Да, никто тогда не мог представить, во что это превратится. Я прекрасно помню, как в Межигорье ездил Виталий Кличко в декабре, как он один на один разговаривал с Янаковичем, и как они договорились на полгода, что он досидит, дали ему гарантии лидеры оппозиции. В годовщину Майдана никому не лишний вспомнить, как все это было. Все это происходило именно из-за того, что пролилась кровь, и власть решила применить силу, а украинцы этого не любят, не понимают. Оригинал публикации Svoboda.org опубликовано 19 февраля 2015 года.